теперь давайте откроем книгу чисел книгу чисел и кстати я тоже разговаривал с мацулой ее был удивлен но это он меня утешал а не я его когда мы когда все это случилось тоже было такое чудо что они все успели никто не знал когда это случится и просто пастор приехал он как бы мимо он он сегодня служит в упсуле в церкви он просто знаю что он едет в упсул он проехал мимо упал и красон когда приехал и папа ушел в этот день то есть вся семья была собрана вместе и он нам рассказывал во вторник на на офисной молитве что когда он был там на прошлой неделе с папой когда папа еще был жив и он он был сознание но он не мог не не говорить не ходить все что он мог там укивать головой то сип и мацулогат я подсел к нему достал библию начал читать библию и он начал кивать головой хочу то есть эмоции какие же мы богатые что когда жизнь прошла когда все прошло и ты настоящ на пороге вечность у тебя остается побольше поменьше только господь ты не возьмешь туда свои банковские счета ты не возьмешь туда свои новые ботинки или туфли или машины ты можешь только переступить эту черту с господом я не говорю даже от смерти в жизнь от жизни в смерть я говорю от жизни в жизнь потому что библия верующий в него не умирает но переходит от жизни в жизнь давайте откроем с вами книгу чисел книгу чисел книгу чисел книгу чисел сейчас я сам открою 21 глава 4 по 9 стихи от горы вор отправились они путем черного моря чтобы миновать земли дома и стал молодушествовать народ на пути и говорил против бога и против моисея зачем вывели вы нас из египта чтобы уберечь нам в пустыне ибо здесь нет ни хлеба ни воды и душе нашей опротивила это негодная пища друзья мои это не про манну небесную это говорят негодная пища как же люди вот но могут быстро забывать да библия называет манну это вообще-то хлеб ангелов но тем не они говорят негодная пища и послал господь на народ ядовитых змеев которые жалили народ и умерло множество народа и сынов израилевых и пришел народ к моисею сказал согрешили мы что говорили против господа и против тебя помолись господу чтобы удалил от нас змеев и помолился моисея народе и сказал господь моисею сделай себе змея выставил на знамя и ужаленный взглянув на него останется жив и сделала и 7 медного змея и выставил на знамя и когда змей ужалил человека он взглянув на медного змея оставался жив вот такая история вообще не про нас про израильтян как библия говорит какие бы там нету случайных историй в библии и нету случайных повествований в библии каждая история это хороший урок для нас и чтобы как-то исследовать свои сердца вы заметили как быстро влетит время вот недавно вроде новый год мы праздновали а уже март уже я понимаю что когда на улицу выходишь непонятно что март но как-то март сегодня ночью там минус 20 чем-то было и время летит так и как-то я увидел что когда ты вот когда новый год меняется до 17 меняется 18 18 меняется девятнадцатым ты все время думаешь вот что год грядущий тебе готовит и я увидел что по себе так время как всеми ожидаешь каких-то перемен от года ну вот нам хочется верить что вот время пройдет и и жизнь начнется по-другому какой-то календарь перелеснем и как-то все будет по-другому но с годами я понял только way что в общем так года ничего не меняют вот календарной годы раньше если твои отношения не меняются цены поступки не меняются твой взгляд на вещи не меняется твой характер не меняется тогда и время тоже не меняется согласны ли нет я понял что если в новом году не делать что-то новое не будет нового года, будет продолжение старого года. И смотришь, как многие христиане, и не только христиане, живут у них вся жизнь как день сурка. Он каждый день похож на один, на другой. И ты уже толком не отличаешь. Потому что, ну, вот оно, бег по кругу. Вот одно, другое, третье. И ты как бы веришь, что, ну, когда-нибудь что-нибудь случится, и что-нибудь поменяется. Но истина в том, чтобы что-то поменялось, нужно, чтобы твой взгляд на вещи поменялся. Взгляд на себя, на Бога, на свои поступки, на свои слова, на свои отношения. Если наши взгляды не меняются, мы часто ждем, что атмосфера должна поменяться. И я назвал сегодняшнюю проповедь, куда будет направлен твой взгляд в 2018. Потому что, если ты не изменишь своего взгляда, мы говорим, не будет нового года, будет продолжение старого года. Мне нравится, в Библии написано, взгляд мой, взор мой устремлен на горы. Откуда придет помощь моя? И я верю, что должно прийти изменение. Мы часто ждем как? Чтобы обстоятельства поменялись, а чтобы моя жизнь поменялась. И мы хотим, чтобы обстоятельства поменялись. Вот там поменялось, там поменялось, там поменялось. Но истина, христианство – это нечто другое. Оно говорит так. Эй, если я хочу, чтобы жизнь поменялась, я должен поменяться. Хочешь, чтобы жизнь стала лучше? Ты стань лучше. И когда ты меняешься, когда ты меняешь свои поступки, меняешь свои слова, меняешь свой взгляд на вещи, тогда и обстоятельства вокруг тебя тоже начинают меняться. И когда мы читаем с вами этот текст, я немножко в шоке от этого текста. И даже не то, что они там жаловались, не то, что они там вот критиковали. И первое, на что бросился мой взгляд, и на что я отреагировал, где они это все делали? Написано недалеко, когда они проходили в пределах Красного моря. Для тех из вас, которые, может быть, не очень хорошо знают Священное Писание, не знаете, что там в Красном море происходило. Красное море – это было удивительное место. Это место, которое Бог удивительным образом вот так разверг. Разверг, и оно раступилось, и израильский народ прошел там по морю, как посоху. Ну, это может быть случайность, ученые говорят, что там отлив может быть. Но самое интересное случайность с этим отливом, что когда 600 отборных египетских колесниц бросилось за израильским народом, это море сомкнулось. И мне всегда интересно, ладно, ну, ладно, соблазнились, кто не соблазняется? Ладно, что-то достало, кого не доставало? Ладно, ну, ребята, ну, где вы это делаете? Вы делаете это в том месте, где Бог являл свою верность, силу, могущество, благость. Как можно было вот перейти от танцующих пред Богом? Потому что они там еще несколько, какое-то, спустя короткое время, они там танцевали. Они взяли свои тамбурины, моря там, с хором, с прославлением, танцевали пред Богом, и велик Господь, нас провел, коня и всадника потопил, слава Богу, аллилуйя. И вдруг проходит немного времени на этом же самом месте. Я думал раньше, Господь, вот не надо мне море, вот хотя бы лужа вот так передо мной бы раступилась, в жизни бы не роптал на тебя. Ну, какое-то чудо увидели, ну, представляешь, вот раз и лужа, а там море раступилось. Они видели его благость, они видели эти 10 египетских казней. Библия говорит, что он их исцелил, не было в коленах их боящего. Манна, каждое утро опускалась. Огненный столб, облачный столб, вода из камня. Ребята, что вам еще надо? И тем не менее, ты думаешь, ну, какие-то гарантии, что Бог должен сделать, чтобы ты не роптал? И у меня был большой вопрос, как перейти, вот где эта грань, где это, почему так, почему так легко перейти от танцующего пред Бога, от радующего пред Богом, ну, вот в недовольного Богом. И там написано конкретно почему. Ну, написано, потому что путь был тяжелый. Потому что путь был тяжелый. Давайте про пути немножко поговорим. Путь был тяжелый. Я должен здесь сразу извиниться от лица многих проповедников, или, скажем, от лица, или за многих проповедников. Потому что мы, проповедники, делаем многим христианам плохую услугу. В чем это? Потому что иногда мы так проповедуем, что у тебя складывается впечатление, что путь будет легким. А между нами, говоря, это нигде в Библии не написано. Я видел, иногда, потому что иногда мы, ну, как-то, ну, потому что ты хочешь как-то с энтузиазмом проповедовать. И ты хочешь как-то, говоришь, и ты говоришь, приди к Иисусу, все будет классно. Но если ты внимательно читаешь Библию, то там про пути-то немножко другое написано. Иисус говорит, гнали меня, гнат вас будут. Меня не понимали, вас не поймут. Иисус говорит, будешь проходить долиной смертной тени, будешь проходить по водам, будешь проходить через огонь. То есть, какие-то пути у него все-таки, долина смертной тени, вода, огонь там. Но мы часто, мы хотим нивелировать это. И мы говорим там, что тебе надо от Бога? Машину, нет машины, приходи к Иисусу, Иисус даст машину. Нет мужа, приходи к Иисусу, Иисус даст мужа. И в этом есть доля правды, Бог благословляет. И я видел, много людей, они живут в обольщении. Или почему многие христиане разочаровываются? Разочаровываются в Боге, разочаровываются в церкви, разочаровываются в вхождении. Потому что у них появляется какая-то интересная идея, что, ну, путь легкий. Путь должен быть легкий. И когда они ходят трудным путем, с ними происходит примерно то же самое, что происходит с этим израильским народом. Потому что, ну, и у них один большой вопрос. Может, у тебя был такой вопрос. Как такой любящий, всемогущий Бог может водить такими тяжелыми путями? Потому что, ну, Бог же любящий, Бог говорит, послушай, я поведу тебя там долиной смертной тени. Я поведу тебя там-то, там-то. Бог говорит, ну, я не обещал тебе легких путей. То, что я обещал тебе, через что бы ты ни проходил, я буду с тобою. Что бы ни происходило там, обанкротился ты, не обанкротился, я буду с тобою. Получилось или не получилось, я буду с тобою. Вверху ли я буду с тобою, внизу ли я буду с тобой. Бог говорит, я не оставлю и не покину тебя. Вот что я обещал. Я не обещал, что будет легко на твоей работе. То, что я обещал тебе, я обещал тебе, что я буду помогать тебе, я буду держать тебя за руку, я буду всегда с тобой, и здесь мы путаем порой некоторые вещи, и когда трудность приходит, мы говорим, Бог, ты где? Да здесь же я с тобою. А нельзя ли легче путем пойти? И я увидел такую вещь, ну, часто мы как бы так проповедуем или говорим, или утверждаем, что ты должен это взять. Возьми там, возьми, провозглашай, связывай, парализуй там, бери, бери это твое, ес. Ну, вот будучи уже 30 лет служителем, я понял одну такую вещь. Гораздо легче взять, чем сохранить. Сейчас взять вообще несложно. Сейчас машину купить на раз, два, три. Если ты где-то работаешь, у тебя какой-то есть паспорт. Кредит за него платить сложно. А взять, пожалуйста, кредит. У меня в неделю по 3-4 смс приходят, вам такой-то банк одобрил кредит, вам такой-то банк одобрил кредит. Придите, придите. То есть, раньше там, чтобы кредит получить, нужно было договариваться где-то там по связям. Теперь, пожалуйста, бери. Кредит взять на раз, два, три. Брать легко кредит. Отдавать кредиты? Не очень легко, да. Так же с ипотеками, со всеми. Интересно. Ну, ладно, глубже идем. Жену нашел, да? Аллилуйя. Ты думаешь, это победа, что ты уже жжу нашел? Слава Богу, женился. Вау! Наконец-то, брат. Прорвало тебя. Наконец-то. Рады за тебя. Так это полдела. Я говорю, ты видишь семейную пару, они женятся, там все их поздравляют. Аллилуйя. Как они подходят друг к другу. Голубки. Они клянутся в вечности, в верной любви. А потом начинается путь. И путь, друзья, он нелегкий. Путь, он сложный. И никто тебе легких путей не обещал. Потом они приходят через год. Там пастор, ты сказал, что мы подходим друг к другу. Почему такой путь? А Бог говорит, слушай, ну-ну-ну, Бог, путь тяжелый. Путь тяжелый, потому что, когда вы притираетесь друг к другу, когда вы там третесь, когда вы не понимаете, путь тяжелый. Бог говорит, ну, если на этом пути ты будешь доверять мне, я помогу тебе. Помогу тебе стать правильным мужем. Помогу тебе быть правильной женой. И самое интересное, что мы путь-то не выбираем. Он говорит, что ты должен взять свой крест и идти. Мы не можем, вот, я бы вот с Дмитрием хотел крестами поменяться. Махнем, не глядя. Пятерых не вынесу, так? Я даже, и иногда ты смотришь на кого-то, думаешь, вот мне бы его крест. Вот мне здесь крест некоторых бизнесменов нравится вообще. А ты сидишь, думаешь, слушай, из меня бы такой пастор получился. Вообще. Ну, истинно в том, что мы не выбираем кресты. У тебя есть твой крест, у меня есть твой крест. И за что мы ответственны? Мы должны взять свой крест и идти. И каждый несет свой, у каждого свои какие-то вещи. И Бог говорит, послушай, было бы здорово, что можно было выбрать, кому разрешено тебя обижать. Так, вот это может быть. Нет, люди могут обижать тебя, люди могут делать какие-то вещи. И написано, что они соблазнялись из-за того, что путь был тяжелым. И обстоятельства сложны. Но, друзья мои, они ходили вокруг Красного моря, где Бог доказал свою силу, где Бог доказал свою верность. И ведь у каждого из нас есть наше Красное море. Где-то же и в твоей жизни есть место, где ты знаешь, это был Бог. Если бы не Бог, то не дай Бог. Это был точно Господь. Это твое свидетельство. У нас тоже есть наши свидетельства. У нас есть тоже наши какие-то моменты. Но интересно, как часто мы забываем это свидетельство. Знаешь, как Давид разбирался со своими депрессиями? Когда он там, он сам с собой начинал разговаривать. Слышали про Эйнштейна, что Эйнштейн тоже любил сам с собой разговаривать. Когда его спросили, говорит, Альберт, почему вы сам с собой разговариваете? Он говорит, так приятно поговорить с образованным человеком. И Давид начинал себе запросы задавать. Он говорит, душа моя, ну что ты огорчаешься? Ну что ты так? А ну-ка славь Господа. Душа моя, ну-ка не забывай его благодеяния. Давай садиться и писать список. Где Бог был благ. И когда он начинал вспоминать, где Бог был благ, депрессия уходила, искушение отступало. Поэтому для каждого из нас очень важно помнить, что Бог сделал в твоей жизни. Потому что если он был верен тебе вчера и третьего дня, он определенно будет верен и сегодня. И наши сомнения, они ранят, они бросают вызов благородству Бога. Но проблема, знаете, с азраильтянами какая была? У них была просто такая привычка жаловаться. Мы же не первый раз их встречаемся, когда они жалуются. Только мы знакомимся с ними в книге Исхода, они уже жалуются. Ну, тогда они жаловались на фараона. Оно и понятно. Он был узурпатор, он был рабовладелец, он их детей убивал, он их за грязь считал, он издевался над ними. На фараона и я бы жаловался. Но потом Бог услышал их вопль. Бог услышал их, и Бог с чудесами, со знамениями вывел их. Он дал им Моисея. Он вывел их, он провел их через Красное море, он исцелил, он благословил их. Никого не было в коленах их болящего. И о чудо! Теперь они начинают жаловаться на Бога. Я понимаю, когда ты жаловался на фараона. Но когда ты жаловался на Бога, вообще не понимаю. Я понял одну такую вещь. Если у тебя осталась привычка ныть и жаловаться, тогда ты просто не умеешь. Ты не знаешь, как быть счастливым. Вроде как, все случилось, а быть счастливым, тебя никто не научил быть счастливым. Ну да, тебя вытащили из рабства. Ну да, тебя провели через Красное море. Ну да, тебя исцелили, благословили, омыли. А счастливым быть все равно не умеешь. Потому что ты что-то оттуда притащил. И вроде бы надо бы радоваться, быть благодарным. Вроде бы надо бы поднять свой взор. А ты не знаешь, как. Ты был рабом. Сейчас миллион раз лучше, чем тогда. Но у тебя какая-то амнезия наступает. Ты забываешь, как было плохо тогда. И возвращаешься к тем же жалобам. Они вспоминали там, негодная пища, давай нам чеснока египетского. Давай нам лука египетского. Я уже больше 20 лет консультирую людей. И знаете, что я обнаружил? Когда у человека природа нытика, он не будет счастлив, покуда не найдет, чем быть недовольным. Ну правда, вот это без разницы. Он не будет счастлив. Ты можешь что угодно делать. Я слышал про одного пастора, вы этого пастора знаете. Одна сестра постоянно приходила к нему и говорила, пастор, вот это не то, вот это не то, вот это не то, вот это не так, это не так. После каждого какого-то мероприятия, то не так. Говорит, однажды мы сделали мероприятие на 5 с плюсом. Смотри, она говорит, она опять появляется. Думаю, что сестра сейчас скажет? Она подходит, говорит, пастор, наконец-то все было на пятерку. Все было хорошо, замечательно, молодцы, без сучка, без задоринки. Да, 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 вот это слово. Но, почему мы такие мероприятия не делаем более часто? Все равно, потому что неважно, как хорошо бы ни было, всегда есть это но, которое мешает тебе просто порадоваться, сказать, аллилуйя, спасибо, Господь, супер, супер, супер. Но между твоим супер всегда входит это но. И бесполезно. С таким человеком, ты можешь в Таджмахал его поселить. Восьмое чудо света. Он скажет, напор воды маленький. И что бы ты ни... Это как ведро без дна. Что бы ты ни наливал туда, оно никогда не наполняется. И некоторые, согласитесь, сводят тебя с ума, потому что они несчастливы, что бы ты им ни дал, и что бы ты для них ни сделал. Они никогда не довольны. Они не видят ничего хорошего, что ты для них делал, а всегда умудряются найти что-то неправильное. И знаете, это злит, это раздражает. Это очень, очень, очень пагубно для отношений, в семье, с Богом. Знаете, всемогущий Бог, любящий Бог, долготерпеливый Бог, и тот. Говорит, ай, кусайте их. Потому что, интересно, если это Бога выводит, то, поверь, мужа тоже может вывезти, и жену может вывезти. Я иногда консультирую какие-то семейные пары, они говорят там, говорят, пастор, я не буду его любить, покуда он его, то не сделает, то не сделает, то не сделает, то не сделает, то не сделает. Я говорю, сестра, не делай свою любовь такой дорогой. Ну, почему твоя любовь такая дорогая? Потому что, если ты делаешь свою любовь такую дорогой, и люди, что бы они не пытались сделать для тебя, они устают, делая все, чтобы угодить тебе, а взамен получают ничего, кроме жалоб. И ты говоришь, эти вещи с Библией не работают, это с церковью не работает, у нас как был брак, вот никакой, так и остался. Да, послушай, Бог тут ни при чем. Ну, да, Он тебя спас, ну, да, Он тебя вывел, ну, да, Он тебя омыл, ну, да, Он сделал чудеса, но если ты не готов поменять свое отношение, если ты будешь держаться старых привычек, старых взглядов, старых слов, старых исповеданий, все останется. Ты спасен, но несчастный. Фарон-то, он тонул там с колесницами, но тебе от этого не радостно. И проблема не с Богом. И, ой, ну, Олег, посмотрел бы, как бы ты говорил, когда там по такой жаре, по пустыне ходить. Ребята, а вы откуда вышли-то? С курорта, что ли? Вы с рабца, вы с Египта вышли. Да это жара вообще не жара по сравнению с египетской жарой. Ну, вот это, а как вот сохранять духа такое, когда вот это манна уже много-много месяцев, это манна, манна. Я тебе научу, как сохранять. Вспомни, были и месяцы, когда вообще ничего не падало с неба. Я помню те дни, когда с неба вообще ничего не валилось. Я помню те дни, когда небо было закрыто, когда оно было свинцовым, а сейчас меленькое, раненькое, но падает. Ну, когда все одно и то же, падает и падает. Как же это быть благодарным? Подожди, слушай, у вас какие рецептики? Вы как манну готовите? Давай рецепты меняться. Давай просто, я выделал такую вещь, если ты не умеешь быть благодарным на том месте, где ты находишься, Бог никогда не может взять тебя дальше. Это секрет жизни. Бог никогда не может повести тебя дальше, если ты не способен, ты не способен быть победителем, если ты не можешь остановиться и сказать, Бог, я благодарен тебе за это место, до которого ты меня довел. И Бог говорит, о, теперь разрешение двигаться дальше. Помните Моисея, как его путь дальше продолжился, когда он встретился с Господом, куст сгорел, не сгорал, и Бог говорит Моисею, они были в пустыне, куда уже 40 лет Моисей водил своих овечек. Кто-нибудь у нас видел овечек? Я не про картинки, я про овечек. На картинках-то они такие милые, пушистые, а в жизни, кто сказал, пахнет? Вообще пахнут. Мы были в Норвегии, ты встал до овечек, идешь, ты за полкилометра чуешь, что они идут. И пахнет, это не самая большая проблема с овечками. Они еще и минируют территорию. Когда стадо проходит, и понимаете, и Бог говорит Моисею, говорит, Моисей, разувайся. А что разуваться-то? Земля, на которой ты стоишь, говорит, святая. И он не был в храме Соломона, он не был во святая святых, он не был в пустыне с овечками, разувайся. А что такое? Что делает землю святой? Присутствие Бога. Он говорит, Моисей, я не могу взять тебя дальше в твое служение, в твое призвание, пока ты не увидишь, что эти сорок лет, когда ты по пустыне бродил, я был с тобой. Если ты не способен увидеть Бога в своем прошлом, ты не способен его увидеть в своем будущем. Ты никогда не придешь к тому месту, куда Бог ведет тебя, проклиная те пути, которыми Он тебя водил. Все начинается в нашей жизни с того момента, когда ты встаешь и говоришь, Господь, как я благодарен тебе за это место, за эту церковь, за эту семью, за это. Господь, спасибо тебе. И когда ты способен сказать спасибо, он говорит, слушай, теперь я готов взять тебя на новый уровень. Но если все, что у тебя там есть, где мой чеснок, и ничего не поменялось в твоем отношении, ты будешь ходить, покуда не умрешь, по пустыне своего прошлого. Ты будешь заложником своего прошлого. Вот здесь, друзья, поэтому настоящие победители, они должны быть способны, должны быть способны увидеть эти вещи. Если у тебя привычка жаловаться, тебе только так комфортно, когда ты несчастен. 1 Тимофея 6,6 говорит, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Заметьте, это не подарок. Есть дары Духа Святого, есть вещи, которые Бог может дать тебе в мгновение ока. Пау! Бог говорит, а есть приобретение. Что такое приобретение? Это что ты должен культивировать, на чем ты должен работать. Ты говоришь, мне не подарили, я приобрел это. Кровью и потом, я приобрел это. Нельзя уснуть недовольным, а проснуться довольным. Нет такой молитвы, я здесь недовольный, выходите, помолюсь за вас, вы уйдете довольными. Потому что я, может, помолюсь, и ты будешь довольным, пока тебе кто на ногу не наступит там. Потому что довольство, оно по-другому. Он говорит, это приобретение, это отношение, когда ты меняешь свой взгляд, меняешь свой образ жизни, уходишь от старых прообразов и двигаешься дальше. Я не против великих амбиций. Слава Богу за людей великих планов. Может, ты ставишь как-то большие амбиции, говорит, мы не будем останавливать. О, я верю за великие вещи, за великие. Но если твои амбиции делают тебя неблагодарным, грош цена твоим амбициям. Амбиции – это неблагодарный, потому что тогда ты будешь недовольным. Нам нужны амбиции, нам нужно двигаться дальше. Нам нужно это делать на основании довольства и благодарности Господу. Скажи соседу, будь благодарным, а? Один из самых первых уроков, которые Господь преподносит нам в Библии со дня сотворения. Знаете, что за этот урок? Научись быть благодарным, когда не все даже закончилось. У меня к вам вопрос. Бог всемогущий? Аминь. Аллилуйя. Как вы думаете, Бог мог бы всю вселенную и весь мир создать за один день? Он же Бог. Зачем было растягивать на целую неделю? Зачем эти все главы, там, то, то, то? Он мог бы сказать, и сотворил Бог все, и все? Сколько места в Библии сэкономили бы? И сотворил Бог все, и все? Так нет же начинается. В начале сотворил Бог небо и землю. Земля была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог, что свет это хорошо. И сказал Бог. Что сказал Бог? Хорошо. Вот некоторые из нас, мы бы еще поспорили, хорошо или нет. Что хорошо-то? Как нет, свет? Флора где? Фауна где? Млекопитающие где? Рыбы где? Земноводные где? Хорошо. Хорошо. Что хорошее? Бог говорит, да подожди ты, будет второй день, будет третий день, будет четвертый день. Истина в том, что ты не можешь войти во второй день, если ты в конце первого не сказал хорошо. Вот почему из нас некоторые никогда не переходят во взаимоотношениях, в любви, потому что ты не готов сказать хорошо. Муж притащил тебе какой-то букет цветов, может, не такой, как ты хотела. Пластмассовых каких-то принесешь. Или еще что-то, может, может, не то. Значит, ты говоришь, что ты принес там, пастор, ты бы видел. Что он сделал? Пастор, ты бы видел, сестричка. Надо было все равно сказать, хорошо. И был бы день второй, а вы застрялись в первом дне, и там ничего не растет, потому что там только свет, и то моргающий. Истина в том, что... И Бог говорит, послушай, не обязательно, чтобы все было до конца сделано, чтобы можно было сказать хорошо. Некоторые из нас такие перфекционисты. Пока вот это не будет, 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 вот только тогда скажу хорошо. Знаешь, когда наша церковь будет хорошая? Когда вот прославление такое, вот это такое, вот это такое, вот тогда скажу хорошо. А так это нехорошо. И я увидел, и мы теряем так. Мы теряем во взаимоотношениях. Мы теряем отношения с детьми. Мы обижаем наших детей, когда он сделал что-то. Ну, может быть, он не совсем хорошо сделал. Но истина в том, что покуда ты не ободришь его, не похвалишь его, не успокоишь его, не вдохновишь, не благословишь его, ты не можешь двинуться дальше. И ты ходишь по этому заколдованному кругу. Я знаю, что ты ждешь великих чудес от Господа. Вот чтобы так вот как засвидетельствовать, так засвидетельствовать, чтобы у всех волосы дымом встали. Братья и сестры, у меня такое свидетельство. Но послушай, покуда ты ждешь свое великое свидетельство и великие прорывы, способен ли ты поблагодарить его за маленькую манну? Сказать, Господь, спасибо тебе. Вау, спасибо. И может, тот тогда вообще не поймет твое свидетельство. Братья, хочу засвидетельствовать. У меня бензин закончился, а я доехал до дома. Чудом. И может, братья покрутят у виска, скажут, заправляться надо. Может, для них это не чудо. Может, для них это ерунда. Но ты-то знаешь, это твои отношения с ним. Ты скажешь, Бог, спасибо за тысячу рублей. Кто-то скажет, да тысяча рублей, что сейчас на тысячу купишь? Брат, вопрос не в том, что купишь. Спасибо, Господь, за маленькую манну. И как ты научишься говорить спасибо, как ты учишься быть благодарным в какой-то сфере жизни, ты кандидат, чтобы подниматься дальше, дальше, дальше. Это работает во всех отношениях. Это работает в духовной сфере, это работает в сфере семьи, в сфере отношений. Что там интересно? Да, хорошее слово. Когда ты начинаешь ценить то, где ты находишься, тогда и только тогда Бог берет тебя на новый уровень. Поэтому. Ну, знаете, еще какую вещь я увидел. Что-то патология, жалоб и недовольство, она, как правило, передается от родителей. От атмосферы, в которой ты рос. Она, вот эта патология, она заразная. Если ты вырос в несчастном доме, где жили несчастные люди, которые жили несчастной жизнью, они научили тебя видеть жизнь с несчастной точки зрения, с несчастной перспективы. И даже если ты ненавидел, как мама относится к папе, а папа относится к маме, даже если тебе не нравилось это, тебе вот здесь были их скандалы, их ссоры, их драки там, их пересуды. И ты только ждать не дождался, когда с этого дома свалить уже, сбежать с этого дома. И ты ждал этой свободы. Где вот она, где? Я не буду, здесь дня не останусь. И он, ты сбегал с этого дома, говорил, вот она. Свобода воспримет радостного входа. Там про мечи не будем говорить. И ты вышел в свободе, и потом проходит время, и ты видишь, да ты реагируешь точно так же, как твой отец. Такой же псих ненормальный. Ты видишь, ты точно так же, как мать делаешь. Ты видишь, и ты вроде, ты-то думал, ты сбежал. А эта вещь, она заразная. Она передается, она где-то подсознательно в тебя вживается. И ты даже не подозреваешь, что она в тебе есть. Ты думаешь, ты другой, потому что это тебе там достало, ты другой. Но эти вещи передаются. И получается, что если где-то этот порочный круг не остановить, ты ходишь по пустыне своего прошлого, и ты заложник своего прошлого, даже будучи спасенным, даже будучи исцеленным, даже будучи освобожденным. У меня пятеро детей. Знаете, что больше всего меня злит в моих детях? Когда я вижу отражение себя, и не самого хорошего себя, другой стороны себя в них. Тот сказал, говорит, все мы ходим по следам своих родителей, но не по всем, а только по тем, которые тебя тщательно заметают. Какие-то вещи в нашей жизни. И ты видишь, и тебя это злит, потому что ты бы не хотел, чтобы это отражалось в них. А то, что меня в себе злит, часто я видел, послушай, оно даже не мое. Но кто-то ловил себя на дурных привычках своих родителей, что ты повторяешь это. Ты не хочешь, это где-то, потому что это передалось тебе. И ты можешь быть спасен, ты можешь быть исцелен, ты можешь быть в церкви, ты можешь, но ты несчастен, или, скажем, не полностью счастен, или, скажем, ты не можешь войти в то, что Бог для тебя приготовил, потому что вот это как бы есть на тебе. И оно портит, это лисица, которая портит виноград. Помните интересную историю? Даже среди патриарха подобное было. Помните Авраама? Отец Веры, Авраам. У него была положительная сторона, но у него не все в жизни было положительное. Помните, как он с Сарой поступил? Сдал. А помните его сына Исаака? Что он со своей женой сделал? Точно так же сдал. Самое интересное, что он сдал ее. Где он этому научился? Где он этому научился? Он даже не родился, когда папа это сделал. Он родился гораздо позже. Но это где-то было там. Помните историю? И потом дальше, что сделал Авраам, когда голод пришел в землю, где он жил? Авраам засобирался в Египет. И пошел в Египет. Когда голод пришел, там, где жил Исаак, куда засобирался Исаак? В Египет. Он, знаешь, повторял. И Бог говорит, Исаак, ты долго будешь повторюшить, дядя Хрюша? Ты долго будешь копираться? Может быть, ты останешься? Может, ты не будешь во всем повторять его? Есть вещи, которые ты должен повторять его. Но, может быть, и если ты останешься, если ты не сделаешь, как сделал твой папа, я сделаю тебя великим. Я благословлю тебя. Исаак не стал великим только потому, что он был сыном Авраама. Написано, и когда он остался, первый раз в жизни, порвал это, остался и посеял. И Бог дал ему в сто крат. Библия говорит, и он стал великим человеком, что ее бояться начали, ему завидовать начали. Он где-то нашел свою нить с Богом. Вы здесь, друзья? Я верю, что в жизни каждого из нас есть тоже такой момент истины. Он где-то, эй, буду ли я постоянно ходить, как я ходил, или я решусь поступать по-другому, чем мои родители. Поступать по-другому, чем из моего прошлого. И если я на это способен изменить свою речь, изменить свой взгляд, изменить свое отношение, тогда благословенный я человек. Потому что это патология, которая развращает и заставляет ходить по кругу в пустыне нашего прошлого. Потому что мы реагируем точно так же, как они, в духе горечи. Я бы много мог про это говорить, но не буду. Второе. Написано, что они говорили против Бога, но и против Моисея. Интересно. Ладно, Моисей-то там при чем? Он вообще жертва. Он согласился, он рисковал всем. Но интересно, что ты не можешь быть недовольным Богом и радоваться, и благословлять его представителей. И все время, когда ты читаешь, никогда не было, что они были против Бога. Все время вот эта фраза в ветхозвитии, против Бога и Моисея, против Моисея и Бога, Бога и Моисея. Почему так происходит? Я думаю, одна из главных причин, потому что дьявол хочет, чтобы ты разрушил любую помощь. Потому что, знаешь, очень трудно там отправлять или заставлять детей своих идти в церковь, когда ты дома критиковал служителей. И когда тебе нужна помощь, хоть у тебя инфаркт случился там, а ты парамедиков поубивал, поперессорился, есть горечь в тебе. И написано, что путь был тяжелый, и было тяжело. И тот же самый Бог, который вывел их, тот же самый Бог, который спас их, благословил их, исцелил их. Написано, он послал этих змеев, и змеи кусали, и они умирали. Интересно, Бог избавил их от фараона, а они все равно умирали. Прямо рядом с Красным морем. Знаете, из-за чего умирали? Умирали из-за своих уст. Слов. Друзья мои, 50% проблем в нашей жизни из-за нашего рта. И вот из-за этого дырки. Вот из-за этого. Когда же мы уже научимся, что когда слово вылетело из твоих уст, ты не можешь вернуть его обратно? Притча 18-21. Все знают это местописание. Жизнь и смерть во власти языка, и любящие вкусят от плодов его. Сила смерти и жизни в устах. Интересно, они ранили Бога своими словами, а змеи жали их обратно. И написано, много умерло из-за уст. Пусть это осядет в наших сердцах. Друзья мои, как много мы убиваем нашими устами. Дружбу, браки, отношения с детьми, служителей, карьеру, работу. Бог открывает тебе двери, а ты закрываешь своим ртом. Бог дает тебе возможности, а ты закрываешь их своим ртом. А что я в том-то закрываю? Я просто такой есть. Я что делаю? Я вот что думаю, то и говорю. Но любой идиот это может. Но это попугай может. Вот что приходит? Я просто вот правдоруб. Я не удивляюсь, что тебя уже с пятой работы гонят. Я не боюсь, что ты уже пятый раз женишься, потому что правдоруб. Потому что ума много не надо говорить, что в голову пришло. Ты попробуй сказать что-то, чтобы построила, созидала, благословляла. Сказать такое слово, чтобы людям жить хотелось. Сказать такое, чтобы людям хотелось верить, доверять. А рубить-то это ума много не надо. И мы рубим словами, потом удивляемся, Бог где там? Или дьявол, дьявол говорит, я вообще ни при чем. Ты знаешь, о чем он говорит? То, как он исповедует, я вообще могу на пенсию идти. Ты часто теряешься не из-за дьявола. Есть хорошее обетование, называется закрыть рот. Сестра говорит, ну ты уже это тысячу раз говорила. И этот твич, это не работает. Зачем повторять это тысячу двадцатый раз? Оно разрушается. Брат, ты уже, это не работает. Зачем это говорить? Закрой рот. И написано, многие люди умерли там. Умерли из-за своих уст. Написано, много погибло. Я уже около тридцати лет проповедую. И разные проповеди получались. Иногда вот прямо вот на ура. Иногда хорошие, иногда не очень. Иногда помазанные, иногда очень помазанные. Разные проповеди. Но я увидел, знаешь, был на разных конференциях. Но я увидел, к сожалению, есть всегда какая-то категория людей. Вот какая бы проповедь ни была, что бы ты им ни сказал. Как бы вдохновления ни было. Им легче умереть, чем поменяться. Ну, правда, он говорит, это не про вас. Это не про других, которых сегодня нету там. Я увидел, что ты можешь проповедовать, там небеса опускаются, помазания приходят. Люди говорят тебе, аминь, аллилуйя, брат, давай, давай, брат, аллилуйя. Уходят через эти двери и продолжают жить, как они жили, говорить, как они говорили, поступать, как они поступали. Потом приходят обратно, говорит, давай, аминь, аминь. И им такое ощущение, что и неважно, ты можешь позвать к ним каких угодно гостей. Ты можешь делать конференции, ты можешь небеса на землю опускать. Но такое ощущение, что им легче умереть, чем измениться. И так там было некоторые. Там много умерло, но не все остались такие, как мы там, покусанные, но не мертвые. Там у кого-то опухло, кого-то рвет, кого-то поташнивает, кого-то еще что-то. Они пришли к Моисею, говорит, Моисей, нам тоже плохо, у нас тоже манна, у нас тот же рацион, у нас все тоже. Но мы что-то поняли, мы сделали великое открытие. И это открытие заключается вот в чем. Мы, говорит, получили великое откровение. Ситуация, в которой мы находимся, она из-за того, как мы смотрели на Бога и смотрели на тебя. Если слова привели тебе, они говорят, Моисей, прости нас, помоги нам, помолись о нас. Не бывает пробуждения, друзья мои, беспокаяния. Они просили помолиться о нем. Они что-то увидели, они говорят, да, нам тоже плохо, нас тоже покусали. Но я не хочу в этом жить. Моисей, я понял, что вот та ситуация, где я, это я наговорил, это я наисповедовал, это я вот, это мое отношение. Знаете, мне одни раз, отец один пришел, говорит, у меня проблема с детьми. Говорю, какая проблема? Мои дети совсем не извиняются. Они никогда не просят прощения. Их не заставишь просить прощения. Говорю, сделал неправильно. Я говорю, прости прощения, не просят прощения. Говорю, угадай, от кого они это научились? А ты когда-нибудь просил прощения у них? А ты когда-нибудь... А что это я, я взрослый, там еще... И мне интересно, мы хотим от них того, чего сами не делаем. Если ты сам никогда не просил прощения, они у тебя учатся. Но мы хотим от них одного, а от себя другого. Друзья мои, есть два удивительных слова. Ох, если бы мы эти слова выучили и могли говорить, сколько бы браков не распалось, сколько бы вой не начиналось, сколько бы проблем можно было остановить, если бы мы могли выговорить эти два слова. Прости меня. И все, в котором мы оказались, это из-за нашего отношения. Прости нас. Помолись о нас. И здесь мы можем видеть величие Моисея. Если кто-то из нас был Моисеем, он бы так помолился. Мало вас покусали. Величие человека, ты видишь... Знаете, есть много разных качеств лидера. Я много езжу, там учу, там на лидерских курсах. Но одно из самых первых качеств лидеров, когда я говорю, что лидер не должен обижаться. Если ты лидер, это обижулькин. И у тебя есть такая, знаешь, черный блокнот, где ты записываешь всех, кто тебя обидел. Так, Егорыч, пришел позже на домашнюю группу. Матвеевна ушла раньше с домашней группы. И ты уже семь блокнотов исписал. Может быть, тебе не надо быть лидером домашней группы? Потому что ты должен быть великодушным человеком. Моисей написал... Они там на Бога говорили, на Моисея говорили. Неспособность прощать останавливает людей от того, кем они могли бы стать. И Моисей становится и начинает молиться за людей. Моисей начинает ходатайствовать за людей. Моисей начинает просить за людей. Быть великим человеком, это знаешь, даже если ты прав. Помочь тем, которые неправы. Любовь всегда будет держать дверь открытой. Неспособность прощать всегда останавливает людей от того, кем они могли бы быть. Большой человек всегда способен прощать, давать возможности к восстановлению. Давайте будем прощать друг друга. Давайте будем держать дверь открытой. Будь большим человеком. Тебя покусали, но ты не в горечи. Ты делал ошибки, правил неприятности, но у Бога все равно есть план для тебя. И Бог дает Моисею видение. Он дает Моисею план. Говорит, я знаю, как их исцелить. Я знаю, как их вытащить от того, куда они попали. И Бог говорит, их привело туда их уста. Знаешь, что их выведут оттуда? Их видение. Он говорит, создай бронзового или медного змея. Знаешь, он должен был избить его молотом, чтобы сформировать этот змея. Подними его на жезл. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, он как змей был поднят в пустыне, так я буду поднят. Змей. Змей – это нехорошее животное в Библии. Единственное место, где кто-то исцелялся от змея – это вот это местописание. Змей – это не что-то такое. На Голгофском кресте голубь стал змеем, он стал нашим проклятием. И Бог говорит, если ты в своих ранах, в своих ситуациях, в своих обстоятельствах способен поднять свой взор и посмотреть на свою жизнь через крест Иисуса Христа. Если ты способен оторваться, тебя привели туда свои слова. Ну, можешь ли ты? Знаете, когда ты укушен, куда искушение смотреть? На ранку. Хочется вот ее лелеять, всякие компрессы делать, выдавливать, смотреть. Нужна вера, чтобы оторвать свой взгляд от своих обид, оторвать свой взгляд от своих. Кто тебя обидел, кто к тебе не так отнесся, кто там что сделал. И посмотреть наверх. И увидеть, увидеть того же змея, что тебя укусил. Увидеть свои проблемы в другой перспективе. И тогда даже твои проблемы станут твоим благословением. Тогда это станет твоим исцелением. Тогда это станет, это может исцелить тебя. У меня вопрос сегодня, дорогие братья и сестры, можешь ли ты поднять свой взор? Можешь ли ты оторваться от того, кто тебя обидел, что тебя не устраивает, что тебе не нравится? И посмотреть на это через искупительную жертву Иисуса Христа. Простить, поверить, что то, что было с твоим прошлым, не может остановить, задержать, отменить твоего будущего. Потому что мы не можем изменить свое детство, мы не можем поменять своих родителей, мы не можем изменить тот дом, где мы росли. Но одно мы можем точно поднять свой взгляд. Сказать, я буду жить по-другому. У меня другие ориентиры. Я не буду питаться от этих укусов. Я не буду, я буду смотреть на Христа. Давайте мы станем вместе. Бог поднимет тебя, если ты посмотришь вверх. Я не знаю, кто тебя покусал в 17-м или в начале 18-го. Ты был покусан, но не убит же, да? Ты жив? Я верю, для многих из нас это будет возвращение. Змею укусил, но Бог исцелит. Все, что сокрушило твое сердце, все, что заставило тебя быть уязвимым, Бог говорит, я могу использовать это, чтобы исцелить тебя. То, что работало против тебя, Бог возьмет и сделает этого блага. Тебе нужна вера, чтобы поднять свой взгляд. Поменяй свой взгляд. Поменяй свой взгляд. Твои уста привели тебя в неприятность. Пусть твое видение выведет тебя из нее. Можешь ли ты смотреть в правильное направление? Давай закрой наши глаза. Положь руку на свое сердце. Позвольте мне помолиться за вас. Дорогой Господь, я благодарю тебя за каждого брата и сестры. Ни у одного из нас не было совершенного прошлого. Каждый из нас в той или иной мере продукт нашего воспитания, нашего детства, тех вещей, которые влияли на нас. И, Боже, по своей милости и благости Ты нашел нас, спас нас, вывел нас, омыл нас, провел нас чудеса и знамения. Господь, но из-за нашего неправильного взгляда, отношений, привычек, мы все еще продолжаем ходить по пустыне нашего прошлого. Я молюсь, Господь, Твое Слово говорит, кого Сын освободил, тот истинно свободен. Твое Слово говорит, познайте истину, и истина освободит тебя. Господи, сегодня я проповедовал из Твоего Слова, что есть истина. Я прошу, пусть эта истина освобождает нас. Господь, помоги нам иметь это приобретение в жизни, довольство, не видеть все в черном-белом цвете, не видеть все в критичном цвете, Господь, но замечать благо, быть благодарным за малое и большое, быть благодарным и уметь сказать это. Я молюсь, Господь, за исцеляющую силу Твою нашей души. Твое Слово говорит, что Ты исцеляешь наши души, что Ты пришел и что Дух Святой помазал Тебе, Иисус, исцелять сокрушенные сердца. Сегодня, когда мы смотрим на наши семьи, отношения, служения, мы так много нарушили, разрушили нашими словами. Помоги нам принять решение сегодня, контролировать наши уста. То, что достославно, то, что добродетели похвала, то, что чисто, свято, об этом говорить, об этом помышлять. Во имя Твое мы молимся, Господи. Я молюсь за каждого укушенного, каждого обиженного, каждого, которого нарывает, там что-то пухнет. Я молюсь, Господь, во имя Иисуса, дай нам не застрять в этой горечи, не утонуть в этих ранах, в этих обидах, но дай нам быть способными изменить перспективу и посмотреть на это с другой точки зрения. Дай нам увидеть, Господь, это через крест Иисуса Христа, через искупительную жертву Твою. Я благодарю Тебя за исцеление, могу чувствовать помазание сегодня. Бог исцеляет сердца, Бог исцеляет отношения. Не будь таким, о которых я говорил, ты послушал что-то, пережил что-то и ушел с тем же. Прими какое-то решение сегодня и следуй тому решению. Следи за своими устами, следи за своей жизнью. Мы лишаем врага половины силы, когда научимся контролировать свои уста и свое отношение. Благодарю Тебя, Господь. Знаешь, кто-то здесь так долго молился, что Бог изменил твою ситуацию. Тебе не нужно менять ситуацию, тебе нужно поменять свое отношение, и твоя ситуация сама изменится. Я скажу тебе больше, если твое отношение не изменится, даже если ситуация изменится, тебе это не поможет, потому что именно отношение делает ситуацию такую, какая она есть. Благодарю Тебя, Господь, за силу Твоего помазать, силу Твоего исцеления. Кто-то может переживать исцеление на физическом уровне. Я видел очень часто, путь к физическому исцелению – это душевное прощение. Когда ты прощаешь и отпускаешь, бау. Болезнь, которая может месяцами держать тебя, она уходит. Нет, потому что всякий раз, когда ты входишь в истину, истина тебя освобождает, и нету более короткого пути к истине, как прощение. Самый быстрый путь в истину – это простить. Кому-то нужно простить. Кому-то нужно простить себя. Ладно, ты на других слился, ты себя не любишь. И Бог говорит, прости себя, прости себя, подними свой взгляд. Кто-то не может простить собственные ошибки, собственные проступки, собственные какие-то вещи. Отпусти это. Во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Господь, за милость Твою, благость Твою, за Твое помазание, которое разрушает всякое игоравство. Мы взираем на Тебя, поднимаем свои руки к Тебе, Господь, и мы славим Тебя. Возьми сейчас пару минут и просто поблагодари Бога. Поблагодари Бога за милость, поблагодари Бога за свою манну. Я не знаю, что там Твоя манна. Можешь ли ты сказать Ему спасибо? За свою жизнь, за свою семью, за своих деток, за свою зарплату. Если ты готов сказать Ему спасибо в конце этого дня, тогда у тебя будет новый день завтра. И новые чудеса, и новые движения. Если ты говоришь, дай. Оно так и останется. Дай во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя. Славлю Тебя, Бог неба и земли. Славлю Тебя, Царь Царей. Спасибо Тебе за наши семьи. Спасибо за наших детей. Спасибо за нашу церковь. Спасибо, Господь, за Слово Твое. Спасибо за манну на каждый день. Спасибо, что по милости Твоему живы. Господь, может быть, мы не там, где мы есть, не там, где мы хотели бы быть, но мы не там, где мы были, Господь. Спасибо Тебе. Это не сравнится всем, что было, Господь. И пусть наши мечты, амбиции, желания, хотения никогда не сделают нас неблагодарными. Позволь нам всегда иметь благодарное сердце, потому что благодарное сердце.